Город Натания Город Натания вышел на первое место в Израиле по такому показателю, как количество строящихся квартир в высоких зданиях. На сегодня речь идет о 2350 квартирах в 16-этажных башнях. Тель-Авив, город, который никогда не спит, стал проявлять интерес к иудаизму. Это не массовое движение. Однако возникают группы, где люди встречаются для совместных молитв и для изучения еврейской традиции. Приток молодых людей возродил три большие синагоги в радиусе 300 метров друг от друга на улице Бен-Яуда, которые были на грани закрытия. Если четыре года назад сюда приходило 10 пожилых мужчин в субботу утром, то сегодня сюда собирается 250 человек. Когда жители Тель-Авива спрашивают, сколько синагог в городе, по их мнению, они отвечают – пять или десять, или, может быть, даже тридцать. На самом деле их 547. Книга Сариты Шайлеви «Королева красоты Иерусалима» получила признание израильских читателей. На сегодня продано 150 тысяч экземпляров романа. В нем изложена семейная история, которая протянулась с начала XIX века до 70-х годов XX века. Сейчас готовится сценарий по этой книге. «Королева красоты Иерусалима» Звучит музыка Но оно имеет место и, как видно, тоже как-то базируется на еврейском корне. Это слово параша. Есть два значения в блатном языке этого слова. Одно – слух, а второе – ведро для экскрементов. Или туалет в более таком интеллигентном языке. Так вот, оба эти слова имеют, как видно, два значения одного еврейского корня. Пей-рейш-шин имеет значение перуш, параша, то есть толкование, объяснение, услышанное кем-то и переданное им и так далее. А есть слово переш. Переш – это экскременты. Это то, что остаётся после выхода в туалет. И оба эти слова древние, надо сказать. От этого же слова переш есть глагол лехафриш, то есть отделить, выделить, а удалить из какого-то места или из чего-то. И вот эти выделения, удаления – это та параша, которая всегда стояла в камере и ею пользовались. И во втором своём значении слух, услышанное, растолкованное, разъяснённое – это тоже и параша. Надо сказать, что именно вот это ударение параша, а не параша, в сефардском произношении еврейском – это параша. А в ашкиназийском, идорском – это парше. Парше – именно ударение на первом слоге. И поэтому именно так оно влилось в блатной русский язык и стало тем термином, который обозначает вот эти два смысла этого слова. Парше – именно ударение на первом слоге. Субтитры создавал DimaTorzok